всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей последнее время чуть ли не под каждым видео с пересадка меня спрашивают люба как поливать ту или иную пересадку мои хорошие очень много у меня этих видео на канале но возможно новые зрители приходят и их не видят сегодня в этом видео я покажу вам все свои способы полива от которых не гниют и не задыхаются корни орхидеи то есть здесь у нас с вами представлены орхидей которые уже давно давненько посажены в данную посадку есть орхидейки которые не очень здоровы ну не в том плане то что они прям вот чем-то больные да но у них были небольшие проблемки какие-то и мы их пересаживали у которой есть орхидейки которые просто запланированная была пересадка по времени разные посадки закрытая система открытая система двойные горшки одинарные горшки и я постараюсь сегодня вам показать все свои способы полива и я вас уверяю если вы будете все делать правильно не обязательно повторять за мной у меня не обучающий канал я просто делюсь с вами своим опытом и своими наблюдениями что происходит с орхидеями в той или ином в том или ином случае в той или иной посадки в том или ином поливе и все вот эти поливы очень хорошо воспринимают орхидейки все посадки тоже они замечательно воспринимают потому что у них в поливе самое главное это чистая вода одна из девочек написала любая живу в москве проверила свой свой стал и снег на ну на все эти примеси да и там что-то показала у нее много но мои хорошие я не могу ну за каждого из вас решить в каком регионе вы живете наверное сейчас снег везде не очень хороший я так думаю ну не знаю я поливаю талой водой на данный момент перед вами талая вода которую я собираю тает у меня снег ну как вы видите у меня вода кристально чистая вот в две емкости набрала да это пластмассовый горшочек это стекло набрала для полива сразу опять же скажу что желательно каждую орхидею поливать в своем горшочки отдельной водой но у меня нету этих как сказать возможностей наверное так же как у вас у многих поэтому я рискую и поливаю свои орхидеи какие-то поливаются отдельно каждая в своем горшочке но потом в процессе они у меня все поливаются отдельной водой именно вот изначально когда орхидеи только пересажены они у меня вот поливаются так как я вам сейчас покажу и также покажу как поливаются орхидейки которые уже давно посажены сколько тратится на такие посадки воды которые посажены давно ну давайте наверное начнем потому что очень много этих видео этих комментариев есть чуть ли не под каждым видео не знаю люди видят пересадки но а дальнейшие видео наверное не смотрят я постараюсь это видео закрепить в шапке моего канала возможно так люди будут чаще натыкаться на это видео от этого полива корни не гниют и не задыхаются ну а самое главное конечно же сама еще посадка чтобы посадка была плотная но в то же время у нее присутствовали воздушные карманы в посадки орхидеи при посадке надо закрепить так чтобы она у вас в горшке не болталась ну и чтобы не была она настолько плотная что там нет ни единственного воздушного кармана ну вот это надо все учесть все пересадки я для вас показываю здесь на данный момент даже есть и орхидейки которые вы еще не видели пересадки вы увидите их наверно позже потому что пересадки у меня идут каждый день ну а видео каждый день выкладывать по многу я не могу поэтому они стоят в порядке очереди и все эти пересадки конечно же какие вы еще не видели увидите кто еще не подписан на мой канал подписывайтесь мои хорошие потому что те девочки которые давно подписывали подписаны нажали на колокольчик получают уведомления о каждом выходе нового видео у тех уже все получается то есть девчушки внимательно смотрят ребята внимательно смотрят и у них получается ухаживать за орхидейками также хорошо как и у меня есть уже хорошие успехи девочки делятся в комментариях своими положительными результатами чего и вам желаю писать комментарии делиться что у вас получается что нет и девочки уже радуются не только успехами корней листьев но и также цветением своих орхидей чего и вам желаю пишите мои хорошие комментарии делитесь не только я но есть те девочки которые тоже очень хорошо понимают и они вам подскажут и помогут вашем вопросе ну давайте приступим к поливу и рассматривание корешков данных орхидеек я вам уже сказала что у меня исключительно всегда чистая вода чистая вода это залог успеха здоровых корней здоровых листьев сильного иммунитета и естественно корни от такой воды и от такого полива никогда не портятся вот эту орхидейку я не знаю видели вы это видео или нет это орхидейка одна из тех орхидеек которая брошенки я их называю до соседка хотела выкинуть и она одна выжила пересаживала я ее 11 02 22 сегодня у нас день полива и сегодня у нас 12 число то есть прошли сутки после пересадки но сажали мы в сухое во все поэтому сегодня я решила полить данную орхидейку чтобы мне просто уже уравнять весь полив со всеми моими орхидейками корешочки мы видим что они слегка зеленые но сам весь субстрат сухой поэтому полив у этой орхидейки будет вот такой осторожно окунаем ее практически полностью считаем до 5 раз два три 4 5 и орхидейку вынимаем этого полива уже достаточно многие замачивают орхидеи на долгое время в воде этого делать ну я бы не советовала потому что сразу запотевает водичка тепленькая она стоит у меня на теплом поле и всегда теплая мог быстро впитал в себя в воду и этот мог сейчас постепенно передаст всю влагу дальше до верха горшочка также кора успела чуть-чуть впитать в себя водички хотя кора у меня сосновая моя который я сама собираю и режу для орхидеек ну вот такой посадки ой такого полива уже вполне достаточно для орхидейки никакой лишней водички я не оставляю поэтому вся водичка что стекла я убираю и ставлю орхидейку следующий полив будет по мере просыхания не раньше чем недели через полторы это точно этого полива вполне достаточно орхидейки не надо ее замачивать настолько чтобы корешочки тонули воде следующая орхидейка она у нас двойном горшочки так как у нее внизу есть дырочка одна единственная и мы ее тоже пересаживали 11 числа тоже субстрат у нее был сухой корешочки конечно были влажные но полив будет у нее в точности такой же также окунаем орхидейку там дырочка конечно совсем одна поэтому процесс здесь будет немножко подольше потому что там одна у нас дырочка я специально так сделала именно этой орхидейки это не закрытая система получается потому что так совсем плохо напитывается поэтому мы сделаем по-другому берем значит грушу и проливаем быстренько ее сверху с обеих сторон для того чтобы весь субстрат увлажнился все растение наполнилось водичкой сейчас всю лишнюю воду я солью пока вода сливается через эту единственную дырочку этого будет вполне достаточно для полива сейчас подождите у меня что мог поэтому будет очень долго сливаться все водичка практически вся слилась здесь у нас есть корешочки которые были зелененькими ой были уже которые умеют пить и также корешочки запотевают сразу горшочки которые и были воздушные конечно они не позеленеют и ждать этого совершенно не надо все водичка вся лишняя ушла субстрат влажненький стал в посадке стало влажно и этого тоже достаточно какая лишняя водичка будет она сейчас вся сойдет сюда вниз ее можно удалить а можно оставить так как горшочек не касается самого низа и вода не будет впитываться просто будет работать в виде испарения так берем следующую орхидей q здесь у нас вот такой двойной горшочек и внутри у нас камушки корни уже все сухие видно серебристые по корням я никогда не ориентируюсь я ориентируюсь по самой посадке корни могут высохнуть буквально через сутки даже быстрее и стать серебристыми это не означает что орхидея уже хочет пить также отправляю ее на пару секунд и достаю водичка вся стекает и и этого достаточно верхний слой как вы видите еще сухой но он постепенно от коры тоже станет влажным не надо стараться намочить верхний слой мы окунули с вами и корешочки все напитаются вот там даже видно есть корешок сейчас попробую вам показать вон там в глуби видите корешочек позеленел и этого уже достаточно для полива сейчас водичка вся лишняя которая сюда выйдет я ее конечно же солью эту воду здесь я оставлять не буду потому что у меня здесь в ножках мох и он будет тянуть всю влагу наверх а мне лишняя влага в горшке не нужно все полив закончен у этой орхидейки тоже давайте вот эту возьмем эту мы пересаживали с вами 6 0 2 сажали во влажный мох и влажную кору и с того момента я орхидейку не поливала так как мог был влажный внизу он до сих пор между прочим влажный а сегодня уже шесть дней прошло и он до сих пор такой влажненький но это потому что образуется конденсат и все это остается влажным а сверху посадка полностью сухая первый полив я сделаю для нее тоже погружением кстати смотрите у нас пошли новые корешочки от шеи с момента пересадки это очень хороший знак и вот здесь раскупленные корешочки смотрите видите и как вам видно много воздушных карманов эту орхидейку я тоже сейчас полью в точности таким же поливом потихонечку окунаем ее чтобы водичка через края не побежала держим пару секунд и вынимаем наш орхидейку сливаем всю водичку лишняя влага здесь нам совсем не нужно у нас корешок даже внизу есть видите и корешочки как мы видим стали слегка зелеными не надо дожидаться пока не у вас позеленеют до темно-темно зеленого цвета именно у тех людей которые дожидаются такого зеленого зеленого цвета корни практически всегда и начинают гнить в посадке корни должна должны слегка увлажниться все остальную влагу они возьмут уже от внутренней влаги которая есть в посадке посмотрите мы с вами и окунули и у нас даже вот здесь корешочки тоже начали питаться лишняя вода которая сейчас сольется пока мы остальные орхидейки поливаем я ее тоже вылью дальше так это орхидейка последнюю польем вот такая есть у нас с вами орхидейка которая реанимашечка мы ее сажали сюда с вами с двумя корешками первого числа 0 2 месяца рано ждать еще у стеночек корешочки и у этой орхидейки полив будет капельный берем грушу и капельно проливаем сверху это первое время потом этого делать будет капельно не обязательно когда корешочки дойдут до низу сейчас у нее два единственных корешка примерно вот на этом уровне горшочка поэтому если мы быстро польем эту орхидею и она у нас еще была такая не очень здоровая проблемы были с шейкой поэтому вся влага очень быстро убежит вниз и сверху все останется сухое а нам надо такую орхидейку увлажнять чтобы посадка и сверху было тоже влажное зачем это делать капельно чтобы верхний естественно два малюсеньких корешочка тоже находились во влаге и капельным поливом вы даете очень мало воды в посадку то есть вся посадка сильно мокрая не будет то есть будут дышать эти два корешочка и все в посадке вот вы видели да сколько я налила сюда водички совсем чуть-чуть что она у нас даже вниз ни грамма не стекла и как вы видите посадка увлажнилась мог стал влажный даже если у вас нету мха в посадке а только кора этого тоже будет достаточно вот такой полив у этой орхидейки так сейчас минутку следующий у нас вот такая посадка в таком горшке это дикий кот пересаженный он у нас был с вами двадцать четвертого двенадцатого двадцать первого года и очень много про такие горшочки у меня спрашивают от которых выемка внутри вот кот прекрасно себя чувствует в этой посадке не смогла просто подобрать более сухого для видео поэтому кот так как он любит попить я взяла его на полив чтобы вам показать сколько уходит уже в такие горшки для тех растений как у которых корни есть внизу и сколько надо им водички вот этот стаканчик здесь 100 миллилитров воды по моему 100 до 100 миллилитров водички один листик у нас вот сюда убегает с одной стороны чуть-чуть пролили и с другой стороны также чуть-чуть пролили 50 грамм ушло на данную посадку воды и этого достаточно сейчас мог передаст всю влагу до самого верха и орхидейка напитается и внизу нисколько воды не останется если не забуду в конце видео покажу вам эту орхидею как напитается мог следующая посадка эту орхидею мы с вами пересаживали 10 ноль второго двадцать второго года и как мы видим тоже вся посадка сухая и полив у нее будет где наш стаканчик тоже стаканчиком тоже берем 100 миллилитров водички и потихонечку сверху проливаем вот этой посадки она еще не поливалась ей воды уйдет как раз все 100 миллилитров все в эту посадку мы вы вылили с вами если в предыдущего кота мы вылили 50 только миллилитров сюда мы вылили 100 потому что посадка полностью сухая и конечно же тоже спустя какое-то время все корешочки напитаются есть воздушные карманы мог будет тянуть всю влагу наверх конечно посадки сам хом такие чуть-чуть по интересней в поливе и меньше требуется воды не надо заливать орхидеи полностью водой для того чтобы она напиталась ну а вот есть посадка у нас с вами тоже закрытая система вот такая баночка и там мог только внизу больше мха в посадке нет у этой орхидеи тоже первый полив здесь нет не пометила когда я ее пересадила но думаю вы видели это это видео и здесь я просто ее залью сейчас водичкой под самый верх и и и все мы залили посадку и тут же всю лишнюю воду слили какие-то корешочки сразу позеленели какие-то нет потому что там были и воздушные корни которые самостоятельно пить еще в посадке не умеют и им надо приучиться посадка вся стала влажная и этого тоже достаточно не надо заливать водой и оставлять их в воде это орхидейка у нас перешел пересаживалась 6 0 2 22 вот такая тоже воздушная посадка это у нас белина все корешочки у нас сухие посадка сама видно что она вся сухая и мы ее также отправляем на пару секунд поглубже водичку считаем примерно до 5 ну до 10 и убираем орхидейку водичка сливается вся лишняя и мы ставим ее обратно в ее кашпу корешочки зелеными не стали они чуть-чуть слегка позеленели и этого достаточно здесь у нас красотулька тоже видите конденсат просто образовался ничего страшного в этом нету вся посадка сухая на конденсат я не обращаю никогда внимание это у нас вот такая орхидейка пересажена была 6 0 2 22 делаю все то же самое я думаю что вы заметили да что ни одна посадка на долгое время в воду не встала чуть-чуть держим и вынимаем сливаем всю воду и ставим орхидейку обратно так сейчас минутку мы тут деремся чуть-чуть не я дерусь орхидейки дерутся так это у нас лека фантастик пересажены 26 10 21 года минуточку и вот такие у нас тут шикарные корешочки у данной орхидейки эту орхидейку конечно я бы тоже не стала еще поливать но достала просто показать вам потому что кора там видно что чуть-чуть влажноватая поэтому даже мог вот капельку влажный поэтому я покажу как я просто поливаю такие до давние уже посадки все корни шикарные все прекрасно у нас тут корешочки растущие все замечательно я покажу вам просто как я поливаю такие орхидейки не не трогая с места их совершенно берем грушу и вот так вот капельно по чуть-чуть сверху проливаем буквально несколько капель все этого для этой орхидейки вполне достаточно мог сухой остался сверху ну то водичка что попала в горшок она постепенно распределиться и орхидейка орхидейки этого достаточно у нас растут здесь шикарно корешочки сверху орхидейки все нравится верхний слой увлажнили они с увлажнится сам водичка которая стечет вся вниз следующая орхидейка которую мы тоже с вами пересаживали вот эту красавицу тоже мог такой был слегка влажный для того чтобы его можно было уложить сюда в посадку поэтому эта орхидейка сегодня тоже будет поливаться но поливаться она будет вот так вот капельно сверху по чуть-чуть это свежая пересадка и она еще ни разу не поливалась воды на эту посадку уходит примерно столько же 100 грамм как я показывала вам ранее все этого достаточно внизу лежит мох который тоже увлажнился сейчас корешочки начинают зеленеть и так же вся посадка постепенно напьется потому что вся влага будет переходить наверх которая ушла сейчас вниз но и верхний слой мы с вами тоже слегка увлажнили этого вполне достаточно для полива орхидей для того чтобы корни не задыхались и не гнили в посадке тем более если орхидея свеже пересажены не надо замачивать ее и устраивать у нее болото в горшочке тогда будет успех и результат однозначно поливайте орхидейки правильно и тогда все у вас будет хорошо забыла еще про одну орхидейку вот эта орхидейка которая касалась листочками и жила без субстрата тоже видите сухая стала у нее много воздушных карманов корешочки все у нее закуплены и полив у нее будет вот такой я ее специально оставила напоследок чтобы после нее больше никого не поливать в этой воде все вынимаем орхидейку сливаем всю лишнюю влагу и наша орхидейка уже напоена корешочки позеленили и этого достаточно для того чтобы корни прекрасно прижились в новой посадке и в дальнейшем им больше воды будет и не надо это отсвечивает на камеру что здесь желтый на самом деле там все зелененькое все в порядке ну а я хотела вам показать кота в конце да вот влага поднялась видите вся наверх прошло не так много времени а влага уже вся распределяется до верха 50 грамм мы налили всего в данную посадку воды в эту посадку мы с вами налили 100 грамм так как посадка не поливалась ранее ну как вы видите она тоже уже начала увлажняться корешочки постепенно напитаются завтра эта посадка будет полностью вся мокрая ну напитая на вся влажненькая верхние корешочки тоже как вы видите увлажнились все мои хорошие вот на этом я хочу закончить наше видео думаю что теперь стало более менее понятно как поливаются орхидейки в тех или иных посадках в тех или иных горшках и орхидеи которые давно живут уже в этом субстрате в горшке и орхидеи которые только что пересажены не забывайте поделиться моим видео потому что она кому-то может быть очень полезным делитесь лайкайте комментируйте подписывайтесь и всем спасибо за просмотр и за ваши комментарии всем пока пока